друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки и также мое традиционное напоминание для тех кто не знает в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал а маркет где каждый день мы постим конкретные торговые рекомендации кстати говоря по идеям которые являются запросами от вас то есть каждый пост можно комментировать если вы интересуетесь каким-то активом и мы его не разбирали вы хотите чтобы мы это сделали обязательно напишите об этом и штат аналитиков компания маркет со безусловно вам в этом поможет также в этом канале публикуется большое количество просто общих фундаментальных постов которые позволяют определить долгосрочные тенденции и перспектива отдельно взятых финансовых активов ну что же давайте к непосредственно тому что есть сейчас на рынках экономический календарь сегодня точно не блещет серьезными макроэкономическими отчетами я бы даже сказал что сегодня единственное на что стоит обратить внимание это на данные по запасам нефти от американского института нефти но этот отчет практически на переходе с торговой сессии вторника на среду мы готовимся к итогам заседания фрс они будут подведены вечером а в среду кстати заседание начнется сегодня но вторник традиционно никаких комментариев никаких решений и не будет по поводу заседания фрс и все вертится вокруг программы количественного смягчения никто не говорит о том что что-то произойдет с процентными ставками потому что все прекрасно знают что если мы будем говорить о изменениях процентных ставок то сначала нужно полностью закрыть вопрос а программа количественного смягчения 120 миллиардов долларов в месяц именно на такую сумму выкупаются правительством облигации разных рейтинговых уровней цель этой программы поддержка экономики помощи в условиях к видных рисков и многие считают я согласен то что американская экономика смогла остаться на плаву только благодаря действия этой программы теперь вопрос относительно того будет я объявлена о сокращении программы количественного смягчения я думаю что нет все таки ситуация с занятостью точнее даже скажем сохраняющиеся проблемы вспомните последний отчет полный фарм параллс думаю что в рамках этого месяца статистика будет также плохая потребительские настроения инфляция которая растет уже не такими угрожающими темпами если посмотрим на итоги прошлого месяца то прирост был сворчен на 3 десятых процента против 0,5 процента двумя месяцами ранее то есть нет причин у фрс и сейчас действовать в проактивном ключе и опасаться за еще больший роста индекса потребительских цен и тем самым вмешиваться в ситуацию ужесточая монетарную политику и если все это как бы сложить в общую картину как частички пазла не забывайте также про ковида который как угрозы еще сохраняется если мы не говорим об этом новостном фоне это не значит то что его нет я думаю вы все прекрасно знаете что к вид это такая мрачная туча которая нависла на 7 мировой экономикой и в принципе над каждой торговой идеей потому что появляющиеся новости разного характера могут очень сильно подкосить тенденции разного народа в общем то что я сейчас сказал это больше фон за то чтобы пока что позволить экономике американской еще повариться вот в этих щедрых денежных дотациях в ликвидности а для тех кто долгосрочно ищет возможности для трейда в частности касательно доллар это пока что база для сохранения идеи нисходящей то есть ожидание того что доллар ослаблен сейчас одной из самых главных тем является ситуация вокруг китайского застройщика evergrande что мы знаем об этой компании это один из крупнейших китайских застройщиков это один из крупнейших девелоперов вообще в мире эта компания которая умудрилась накопить долги на 300 миллиардов долларов а кстати говоря это крупнейший толка среди всех публичных компаний я даже сейчас не смогу привести даже другой пример того чтобы уровень долговых обязательств находился на таких немыслимых значениях компания оказалась на грани банкротства и все те кто помнит 2008 год вспоминают что если о дефолте будет объявлено в принципе будет то же самое что при крахе лемон бразерса инцидент вот этот который спровоцировал начало глобального финансово-экономического кризиса сейчас все снова смотрят на экономику в формате циклов что давно не было экономического кризиса не кризиса здравоохранения обидного а именно финансово и вот пожалуйста evergrande может выступить триггером катализатором того что этот кризис снова посетит всех также стоит отметить что я в целом признаю что масштабы потенциальных проблем могут быть и катастрофическими но во первых для китая китае это одна из ведущих экономик мира запустится принцип домино и разумеется больно будет всем регионам также хочу отметить что китай я это регион пугливых инвесторов то есть если действительно накроется дефолтом еврогранда скорее всего он будет зафиксирован значительный отток капиталов из банковской сферы вкладов и здесь можно обозначить цифры друзья 35 триллионов долларов находится на депозитах вдвое больше чем сша соответственно если действительно дойдет до этого то финансово экономический кризис он будет а практически неизбежен но на этом я хочу перестать омрачать как бы общую картину я считаю что пекин власти китай прекрасно понимают все эти последствия не допустят такого развития событий поэтому реструктуризация долга это наиболее вероятный сценарий поддержка компании что в целом должно снизить панические настроения поэтому если сейчас вернуться к фондовому рынку который снижался кстати на этих рисках я думаю что потери уже достигли каких-то локальных максимум то есть не вижу причин чтобы фондовый рынок опросил значительней еще даже несмотря на вот этот актуальный риск и аналитики джи пи морган рекомендует выкупать и сын пи прямо сейчас с целями возвращения выше уровня 4 500 как я говорил ранее если вам интересна такая идея действуйте друзья я в отношении американского фондового рынка пока не сомневаюсь то что мы еще не добрались до того уровня который станет максимальным на долгий период времени и по остальным активам европейская валюта против доллара 1 1730 сейчас ждем коррекции поближе к уровню 1 1650 там готовимся покупать фунт против доллара добиваем до отметки 135 136 сейчас котировки 137 впереди заседание банк англии но поговорим ближе к четвергу австралийский доллар против американца 072 71 вот здесь я бы также пока что приоритете держал а короткую позицию на фоне того что австралия отказалась от очень крупной сделки с францией на поставку на покупку точнее подводных лодок причем контракт уже был запущен а производство уже началось и вот тут пожалуйста выход из сделки одного из партнеров я уверен то что власти франции просто так эту ситуацию не оставят на самотек и скорее всего проявит характер а как это может произойти например могут разорвать соглашение свободной торговли с австралией тогда будет плохо всему австралийскому на бизнесу причина подрыва доверия к партнеру то есть вполне понятная причина учитывая нехорошее поведение австралии поэтому 071 070 думаю мы еще увидим рынок нефти корректируется как и ожидали ждем 72 и ниже друзья на этом собственно все хорошие торговой сессии все пока